ДТП на улице Большой Панасовской произошло в конце февраля около половины седьмого вечера. Было уже темно, но бригада водоканала проводила срочный ремонт. В группу рабочих, которые оградили место ремонта предупреждающими знаками, влетела машина. Автомобиль, как установили в полиции, сначала снес ограждение, а затем врезался в прицеп со сварочным оборудованием. Еще буквально через пару секунд под колесами оказался один из коммунальщиков. От полученных травм мужчина погиб на месте. Водитель с места ДТП скрылся. Коллеги и близкие хотят как можно быстрее найти виновного, но полиция, по их мнению, не способствует этому. Автомобиль столкнулся с нашим САКом, это сварочный аппарат. И до сих пор почему-то с него не взят даже экспертиза не взята. До сих пор, сколько уже время прошло, и экспертизу никто не взял. И так до сих пор это как-то непонятно, почему так. Не знаю, как почему. На самом деле, честно говоря, обращается же сын и уже прокуратуру, и к депутатам обращается, и Максиму Сергеевичу тоже обращается, потому что в помощи. Мы хотим лично, мы работники, те, что с ним проработали все время, и родственники, хотим все-таки найти этого человека, чтобы понимать, посмотреть в глаза этому человеку, что это мог сделать, то, что это сделал. Александр рассказывает, что друзья организовали самостоятельный рейд, и в одном из дворов по соседству нашли автомобиль, на котором были подозрительные вмятины. Машину сфотографировали и передали информацию следователям, но те почему-то не отреагировали. Тогда коллеги погибшего обратились к главе местной администрации, чтобы он помог активизировать расследование. За два месяца никаких экспертиз, забора образцов краски сделано не было. Следствие даже не привлекло данный автомобиль и его владельца к расследованию дела. Складывается ощущение, что правоохранительные органы по какой-то причине не заинтересованы в том, чтобы найти и наказать виновного в смерти человека. В полиции, говорят, они детально проверяют всю информацию, но причастность этого автомобиля к ДТП пока не подтвердилась. Как сообщили новости ОТН в полиции, на данный момент в рамках досудебного расследования назначены судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти и судебно-криминалистическая экспертиза. Признан потерпевшим и допрошен сын погибшего. Опрошены свидетели работники коммунального предприятия. К уголовному производству приобщены съемки камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места происшествия. Марина Николаева, Виталий Лапскер, Евгений Шинкаренко, агентство телевидения новости.